Привет, друзья! Я очень благодарен всем участникам Ликбеза, который вчера проходил. Запись там висит, пожалуйста, посмотрите, необыкновенно интересно. И очень благодарен активности участников. Вот, например, наш Александр Сунцов рассказывал, как для того, чтобы остановить внутренний диалог, надо остановить проговаривание. То есть, каким-то образом, как он рассказывал, посмотрите, ещё раз мы его попросим рассказать, остановить вот это идеомоторное сопровождение мыслей языком. Как его надо остановить. И Сергею нашего, Степанову, доктору, очень благодарю за то, что он вступил в эту дискуссию. И тут же об этом говорил, это было так здорово, так прекрасно. Я сразу вспомнил, значит, как однажды мой товарищ сказал, что быстрее скорость света или скорость мысли. Так вот, на самом деле, и в скорочтении есть такое, чтобы не проводить обратное сканирование вниманием, что ты читаешь, и быстрее читается. И во многих методах. Это же вообще-то давно-давно. И в Кастанеде путь воина есть остановить внутренний диалог. Вы даже можете взять, набрать в гугле или в википедии «Остановка внутреннего диалога», как много разных приёмов для того, чтобы остановить внутренний диалог. Естественно, что люди общаются между собой не мыслями, а речью, словами. И поэтому невольно, когда человек о чём-то думает, у него вот этот внутренний диалог происходит, потому что вся коммуникация, вот эта общественная, в которой он живёт, у него в модели внутренней, в модели работы мозга воспроизводится. И вот я, например, спрашивал моего тайного советника, когда-нибудь раскрою её имя, с которым мы... Когда я готовил книгу, которая вышла вот полгода назад, «Метод ключ от комнаты страха твоего мозга», используя стресс для себя, значит, я её спрашивал. Она была директором раньше театра. А я её спрашивал, «Ты когда говоришь что-то или когда думаешь что-то, ты там внутри себя кому-то обращаешься? Кто твой редактор?» Она мне сказала, «Нет, я никому не обращаюсь, я просто говорю свои мысли, пишу свои мысли». Вот странно для меня. Потому что я, например, когда о чём-то думаю, я невольно вижу это в образах. Я спрашивал своих друзей, «А вы как, когда о чём-то думаете, принимаете какие-то решения, вы себе это представляете, что вы с кем-то разговариваете или нет?» Например, когда я начинаю задумываться, это лично я так, у меня модальность такая. Я когда о чём-то задумываюсь, как будто я внутри себя с кем-то разговариваю, задаю вопросы, иногда бывает так, погрузишься в себя, размышляешь, что ты хочешь сказать, и вдруг такие неожиданно хорошие ответы у меня там появляются, которые в обычном состоянии. Я бы в условиях вот этого стресса и не додумался сказать. Ну, как-то вот скорость мысли ускоряется, когда ты погружаешься в себя, погружаешься в себя, там уже внутренний диалог, кто зрительными образами, кто ощущениями, кто какими-то вибрациями, кто-то чувствует внутри тепло. Да, 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 мне друг мой сказал, что я когда чувствую, что это правильно или неправильно, я чувствую вот когда правильно тепло внутри, это мой редактор, а в другой раз ничего не чувствую. А у вас кто редактор, друзья? Вот, например, когда вы о чём-то думаете, с кем вы там разговариваете? Вот этот язык внутренней речи, так сказать, который общается внутри нас, как общается душа с нашим разумом, с нашим сознанием. На каком языке? На языке образов, или на языке слов, или на языке ощущений, или кинестетически как-то ещё. На каком языке вы общаетесь? Кто ваш редактор? Там внутри головы. Ну, допустим, вы сейчас захотите мне коммент написать и думаете, вот я сейчас напишу ему коммент. Да. И в этот момент, когда вы думаете об этом, вы кого перед собой видите? Маму свою? Может, тополётчик качается? Как бы вы в небо смотрите? Ну, что вы перед собой? С кем вы там общаетесь? Ещё раз хочу поблагодарить всех участников нашей школы «Человек будущих Homo Futurus». У нас очень интересные участники во всём мире живут, в разных странах, и вот это общение. Мы создаём ещё и совместную науку человечности, обыкновенное человеческое общение, где мы в таком безальтернативном диалоге не конкурируем между собой, а именно пытаемся все вместе думать о поиске ответов на волнующие нас всех вопросы. И скоро, как я говорил, мы устроим и вебинар у нас, бой 9-го числа в 20 часов. Очень интересно. И там будут новые приёмы обязательно, потому что каждый ролик мой сопровождается каким-то новым словом, новым приёмом. И там будут новые приёмы. И скоро мы устроим вообще мозговой штурм. Выйдем все в Zoom и поговорим о волнующих проблемах всех и каждого. И, может, совместно там в этом синергетическом диалоге найдём какое-то решение. До встречи, друзья. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok